в чем заключается суть нашего поведения с западными странами ну мне кажется понятно тактика и президента путина и россии в целом в условиях явного превосходства запада американский бюджет военные 14 раз больше нашего европейские бюджеты сих сложить вместе в четыре раза больше нашего что нам остается мы говорим что вот у нас есть мощное оружие которое может быть и не равно по мощности вашему но она нанесет огромный ущерб поэтому лучше не суетесь лучше не нападать это абсолютно правильное действие правильная стратегия главное чтобы она не была все таки совсем блефом иначе мы себя уроним в глазах наших давайте говорить честно противников да очень важно подкреплять свои скажем так угрозы до свои заявления иногда действиями в этом плане кстати вмешательство россии по приглашению сирийского правительства события в сирии в гражданскую войну в сирии было оправдан со всех точек зрения не только это была борьба с исламистами и спасение в общем спасение может быть несовершенного но лучшего из имеющихся вариантов правительства сирии это был еще и сигнал что да у россии есть оружие она не блефуют это очень важно в этом плане ну как мне скажется действительно мы живем в такую эпоху когда понимаете любое оружие устаревает вот часто от либералов приходится слышать такую фразу но у нас есть ракеты пока есть эти ракеты никто никогда не сунется ядерное оружие в том числе и на баллистических ракетах да это страшная вещь это жутко изобретение человечества но она тоже устаревает как когда-то пулемет казался венцом вообще разрушительной мысли и изобретатели пулемета в конце 19 века считали что они положат конец войну потому что люди просто не будут вступать в конфликты обладая таким разрушительным оружием тем не менее уже через короткое время через два десятилетия появились танки какая который как раз и созданы были чтобы не бояться пулеметов до крушить эти самые пулеметные гнезда и мы вышли на другой виток другой виток военных действий вообще войны так и ядерное оружие с баллистическими ракетами до страшное оружие до 70 лет она худо-бедно защищала россию от угрозы прямого вторжения прямой агрессии но его тоже нужно совершенствовать оно тоже устаревает у противника появляются антиракеты у него появляется еще более разрушительное наступательное оружие все время нужно идти идти вперед создавать новые системы вооружений одновременно добиваясь улучшения отношений с западом при этом мне кажется нам надо понимать что сейчас отношения ухудшаются не потому что несколько плохих людей находится в белом доме или в резиденциях премьеры британии канцлера германии дело не в персонале дело в той идеологии которые руководствуются руководствуются сша и евросоюз последние 20-25 лет это уже не либеральные диалоги это какая-то какая-то и странная модификация очень агрессивная очень жестокая несущая человечеству якобы счастье против его воли оправдывающие военные перевороты насилия и кстати говоря любую ложь оправдывающие вот с этой идеологии надо бороться не надо рассчитывать на то что с приходом какого-то нового президента или нового канцлера эта идеология рухнет она рухнет как и любая тоталитарная идеология только в случае уверенного целенаправленного сопротивления множество наций множество людей самых разных убеждений нацизм был побежден невероятной коалиции коммунистов либералов сербских националистов греческих традиционалистов русских патриотов далеко не всегда любивших советскую власть самые разные люди были в советской армии тем не менее тогда на нацизм немецкий удалось побороть вот этой пестрейший коалиции самых разных стран и идеологии она распалась сколь и после войны это коалиция тем не менее нацизм был побежден так и с нынешней ультралиберальной идеологии к сожалению очень сильный сегодня надо бороться вместе правым традиционалистам левым идеалистам вместе бороться с вот этим так называемым центром на агрессивным нынешнего западного мира потому что это сейчас наиболее опасная наиболее разрушительная часть мирового если хотите экстремизма до экстремизма партия лдпр выдвинула на голосование петицию они признание выборов на украине какая судьба будет у этого документа я боюсь что этот закон втихую похоронят у россии линия по поводу урегулирования украины мне кажется немножко старомодная мы надеемся договориться с высокопоставленными людьми на украине дождаться вот их прихода к власти и действовать через этих высокопоставленных людей я понимаю откуда это надежда откуда это желание может быть не все наши зрители это знают но сейчас благодаря архивам благодаря воспоминаниям становится ясно что последние годы холодной войны нас спасали неформальные контакты нашего руководства с лидерами стран запада то есть как действовала советская дипломатик оказалась кстати неплохая находился нормальный не зашорен и идеологически руководитель на западе такой как вилли брандт фрг такой как ричард никсон соединенных штатах и когда возникала вот какая-то опасная ситуация скажем соединенные штаты и нато нас подозревали там в желании напасть на польшу восемьдесят первом году наш посол в сша или наш посол фрг по своим неофициальным каналам давал понять мы не будем нападать мы не двинем туда войска давайте вы отведете свои вооружения мы отведем свои будем жить нормально все будет хорошо я гарантирую я говорил по этому поводу с брежневым с андроповым и опасность отступала но сейчас на западе сделано все чтобы вот таких задних каналов back channels не было то есть вот эта история с раши гейтом а ведь одной из ее жертв пола майкл флин помощник трампа по национальной безопасности вся его вина заключалась в том что он позвонил российскому послу и неформально поговорил с ним несколько минут казав что ну вот мы надеемся что санкции все-таки будут в какой-то момент убраны и мы бы хотели хороших отношений это было объявлено предательством значит нарушением всех законов то есть после такой истории майкл флинна почти посадили в тюрьму его карьера абсолютно разрушена после такой истории конечно поостерегутся будущее значит американские высокопоставленные руководители официальные лица поистерегутся делать мирные жесты в сторону россии даже тайна вот с украины та же история нам нужно опираться и помогать общественности украины которая против войны есть еще возможность вороться с войной через общественность а мы вот все надеемся на какое-то верхушечное соглашение и ради этого я уверен только ради этого и были признаны выборы порошенко в свое время и сейчас эти выборы выборы зеленского будут призваны признаны это не из злого умысла это и из добрейших с нашей стороны побуждений найти собеседника и постараться вывести наши страны вот из этого кровавого тупика но я боюсь мы просто не очень понимаем что это за система эта система идеологизированная в ней фигура избранного руководителя даже президента не играет большой роли в госдуме обсуждают очередной закон об амнистии капиталов поможет ли это вернуть средства обратно в россию мне кажется что возвращение капиталов на самом деле идет достигается это не столько действиями госдумы сколько бездумными действиями западных стран и даже в первую очередь не сша евросоюза я по долгу службы читаю прессу британии северной европы там вот одна из основных тем где всплывут очередные грязные российские деньги где идет отмывание российских денег я не очень понимаю что такое отмывание наверное сейчас может быть найдется масса людей которые будут кричать что вот это очень просто по моему это самый обычный большевизм экспроприация причем осуществляется это достаточно открыто ну например в сша заместитель министра финансов манделькер она прямо сказала что мы арестовали в сша российской собственности на сотни миллионов долларов это доклад понимаете доклад перед конгрессом официальный доклад не последний дамы до в правительстве сша заместитель treasury secretary то есть заместитель министра финансов но если она говорит о задержании собственности на сотни миллионов долларов значит так и есть а по какому принципу задерживали потрясающе да вот ее доклад связь с режимом путина то есть получается что скажем олег дерипас как ему других по моему обвинения не предъявлялась вот да и вообще ему в ней не предъявлялась просто вы связаны с путиным вы выполняете какие-то там его поручения все это достаточно для того чтобы наложить санкции на компанию русал это оказалось достаточно чтобы потребовать чтобы он каким-то образом изменил структуру собственности своих компаний чтобы он практически перестал быть контролирующим собственником таких условиях мне кажется естественно многие состоятельные люди которые держали свои капиталы за рубежом многие фирмы которые держали свои активы за рубежом начинают их возвращать в россию мне кажется что госдума в этом плане может помочь но основной импульс не от госдума идет он идет из-за границы может ли вообще российский бизнес чувствует себя на западе в безопасности если посмотреть на масс-медиа из сша и евросоюза я в основном опираюсь на эту информацию но это очень важно в современном мире масс-медиа да то у них абсолютно идеологизированное какое-то большевистское представление вообще о том что происходит то есть они так сильно демонизируют российскую власть и путина что получается они действуют большевистскими методами то есть значит честных предпринимателей в россии нет кроме сильно оппозиционно настроенных ходорковского там который как раз в основном и за границей находится в общем то вот если предприниматель честный то он обязательно в какой-то жесткой оппозиции к правительству а все кто связан с правительством все или значит просто агенты спецслужб или какие-то так называемые олигархи кто бы мне объяснил где пролегает эта грань между олигархом и человеком просто состоятельным у которого есть деньги вот и а как я уже сказал обвинение в по часто вполне хватает вот этого обвинения связь с режимом путина но это получается что под это подпадает любой крупный бизнес потому что покажите мне крупный бизнес в любой стране который не было бы связано государством и в том числе с руководством этого государства если у вас крупное производство вам нужно от государства значит водоотвод землеотвод если вы занимаетесь банковскими услугами наверняка вы кредитуете государство да в любом случае любой крупный бизнес естественно связан с государством объявить это преступлением а получается так по западным газетам что связь с путиным это преступление но это значит поставить вне закона огромную часть бизнеса в данном случае запад ведет себя так не из корыстных побуждений вот у нас мне кажется все-таки примитивное представление что вот просто им нужны деньги и они пытаются эти деньги всеми средствами из нас выбить если бы нужны были деньги а я имею ввиду и евросоюз и сша то они поддержали бы строительство северного потока южного потока потому что это очень выгодные европе а в конечном счете всему западному миру экономические проекты что такое был южный поток дешевый газ дешевая энергия для греции и италии двух самых проблемах стран евросоюза по крайней мере его южной части где огромная молодежная безработица можно основывать новые предприятия они будут работать на дешевом российском энергосырье и удастся занять молодых людей так нет евросоюз делает все что в этот южный поток не состоялось он действует абсолютно по большевистской логике у нас об этом забыли но в 20-30-е годы принцип был такой да мы будем подголодывать мы будем жить бедно беднее чем до семнадцатого года но мы не гроша не доллара не я не знаю там ни одного лишнего литра бензина мы не дадим западу чтобы он не создал свою империалистическую армию которая будет сохранять эксплуатацию рабочих и крестьян в европе так это было уже в 70-е годы там в 60-е даже люди советском союзе над этим по крайней мере дома смеялись в двадцатые тридцатые годы вот такая была идеология и в этом плане нынешний запад он похож как раз на ранний советский союз не на поздний она ранний который действительно мечтал о мировой революции они мечтают о мировой революции вот эти все смены режимов это и есть мировая ультралиберальная революция да и ради вот этой мировой ультралиберальной революции они готовы нести финансовые потери очень большие какие еще можно применить методы по борьбе с оттоком капитала из россии но многие экономисты вообще говорят что вот такая открытость российских рынков рынков капитала что это вообще опасно и неправильно это было бы неплохо да вот такая открытость если бы у нас были прекрасные отношения с западными странами с основными держателями капитала если мы не были многие наши предприятия под санкциями но ведь что такое ввести санкции до против крупных российских вот этих 12 компаний это значит что любые их расчеты в долларах становятся небезопасными просто они видны сразу же до американским финансовым властям и вот эта транзакция в любой момент может быть аннулирована а деньги от нее арестованы вот ведь чем дело да поэтому как бы совершенно логично ограничить как-то свободу оттока и вывоза капиталов из россии предпринять какие-то меры ну хотя бы в том объеме в котором их предпринимал скажем израиль до 80-е годы когда просто были ограничения на вывоз наличной валюты вот сейчас но даже действительно глуповато принимать ограничения на вывоз наличной валюты если можно без наличную валюту одним нажатием клавиши в огромных количествах отправлять за рубеж мне кажется что в общем то действительно какое-то ограничение вот этой финансовой открытости россии имел бы смысл но президент держит такую команду в правительстве идеология обыскал наших финансовых служб она такова что вот кровь из носу но мы сохраняем свободу движения капиталов мы сохраняем включенность российской экономики в западные финансовые потоки госдума и совет федерации проводят специальные семинары для регионов для более успешной реализации нацпроектов получится ли у них ну я с уважением отношусь к вячеславу володину да и к валентине матвиенко тоже потому что это люди которые доказали свою эффективность на тех постах которые они занимали это деловые люди и если они включаются в осуществление нацпроектов есть большая надежда что эти нас проекта действительно сдвинутся с мертвой точки володин консерватор это известно и сторонник консервативной мысли в россии это очень важное качество потому что очень мало скажем так облеченных властью людей которые ощущают необходимость даже в какой-то идейной консервативной подпитки но вот приведу пример то на что обижается наш известный журналист бывший главный редактор независимой газеты виталий третяков он обратил внимание на то что наш президент когда цитирует каких-то мыслителей он стирает или иностранцев или русских эмигрантов первой волны ну или дореволюционных русских мыслителей но это просто несправедливо потому что в сегодняшней россии есть потрясающая философская социологическая мысль совершенно несправедливо ее списывать как ненужную как конъюнктурного вот это что президент не уделяет как бы даже своих речах не уделяет внимание этой русской мысли это несправедливо то что володин взялся свое время эту мысль поддерживать это свидетельствует о его проницательности а его понимание стоящих перед страной задач ну насколько эти нацпроекты которые рекомендованы которые являются детищем владимир владимировича путина насколько они помогут россии выжить и развиваться не знаю вот нацпроекты по здравоохранению по образованию которые были в начале двухтысячных годов вы много встречали людей довольных реформа образования по моему ее только ленивый не ругает при том что деньги ушли большие мне кажется очень важно вот в этих нацпроектах проследить чтобы они не попали в руки совсем уже таких ультра либералов потому что ну вот сама эта идея уже со сами идеи которые путин скажем предлагал в своем ежегодном послании они они очень-то либеральные там там пример речь не идет просто о том чтобы давать семьям или нуждающимся людям вот такие безвозмездные выплаты там речь идет о том чтобы уменьшить налоговую нагрузку на семьи которые взяли ипотеку творить что идет идет поддержка активных людей инициативных людей вот семья взяла ипотеку пошла на риск она эта семья пытается предпринимает усилий чтобы обеспечить себя живем поможем им и как поможем не будем печатать дополнительные деньги сократим налоги это абсолютно либеральный в хорошем смысле либеральный подход другое дело как он будет осуществлен кому он будет поручен мне кажется здесь не должно быть какой-то сухости бюрократизации если людей посадят на то чтобы заполнять компьютерные анкеты соответствует или вы не соответствуете критериям это будет ужасно должны быть реальные глаза в глаза оффлайн что называется беседы теми семьями которые нуждаются в помощи а кого бы вы посоветовали цитировать государственным чиновникам может быть лосева или дугина лосев не нуждается в популяризации все-таки не будем забывать что это философ который прекрасно творил уже в первой половине двадцатого века дугин не думаю что правильно было бы вадимир владимирович его цитировать потому что на западе и так уже приписывают дугину прям какое-то демоническое влияние на путина мы конечно их никогда в этом не разубедим цитировать его наверное владимир владимирович не надо есть масса прекрасных современных авторов значит александр панарин александр владимирович щипков я считаю что это настоящий мыслитель человек христианского мировоззрения совместившие в своих взглядах левые как бы экономические политические идеи с культурным консерватизмом можно с этим соглашаться не соглашаться но почитайте это интересно это реально интерес прекрасные другие наши авторы я считаю например что и василий колташов борис к горлицкий опять же соглашайтесь не соглашайтесь обратить на них внимание мне кажется стоит и я до тех пор пока мы будем говорить только цитатами из западных авторов мы будем все время в состоянии догоняющего развития догоняющие развитие тоже доказано для россии это катастрофа мы должны сами идти вперед сами задавать повестку приведу такой пример где де самостоятельность абсолютно бесперспективно это скажем но сейчас об этом но говорят помощь журналистам которые попали в беду который находится в заключении пока мы будем надеяться что какие мы там репортеры без границ будут заниматься делом кирилла вышинского мы кирилла вышинского не освободим не будут репортеры без границ абсолютно прозападная абсолютно подконтрольная сша и если крупным спонсором организации не будут они заниматься не делом ассанджа не делом кирилла вышинского нам нужно свои организации создавать искать единомышленников по всему миру включать их в эти организации и вот тогда наш голос будет слышен а пока мы будем надеяться на какие-то западные организации ничего нас не будет мы будем постоянно в состоянии просителя когда этого постоянно были в состоянии догоняющего развития государственная дума начала активно бороться с фейками и требовать опровержения непроверенных новостей этим ли должен заниматься парламент с неправильный несправедливой информации бороться нужно вообще для депутатов вполне достойное занятие защищать граждан от неправомерных налогов совершенно очевидно что у нас сейчас так называемые либеральными экономистами либеральными министрами создается ситуация когда невозможно создавать новые школы частные новые учебные заведения высшего образования да и даже с малым бизнесом огромная проблема это не хорошо вот я недавно так смотрел в москве какие у нас есть частные школы почти все созданы в 90-е годы то есть был бы был период когда это можно было делать и люди в это в это дело вложились они устремились в этом направлении сейчас очевидно какие-то созданы новые плотины новые заграждения приняты всякие критерии прочее прочее которые останавливают предпринимателей не дают им возможности проявлять себя в этой сфере совершенно очевидно что сейчас когда трудное положение у нас из-за санкций и с бюджетом и с экономическим развитием надо любую деловую активность поощрить мы сейчас должны обеспечить рост экономики впервые за многие годы не за счет роста цен на сырье а за счет роста деловой активности и и прежде всего деловой активности внутри россии направленные на своего предпотребителя нужно ли как-то ограничивать сми в рамках борьбы за публикацию проверенной информации смотря как если речь идет о политике я считаю тут максимальная свобода максимальные возможности должны существовать а вот если это деловая информация наносящий ущерб то это конечно нехорошо но дело в том что очень часто если говорить о всякой недобросовестной рекламе и так далее ну а очевидные есть какие-то вещи которые объяснять ну я не знаю всякая значит реклама знахарок знахари и прочего и прочего но если люди на это покупаются то это значит большая проблема проблема с образованием этих людей уже не даже не с не с законностью незаконностью этой рекламы мне кажется все-таки тоже не надо ограничивать деловую активность если существуют какие-то газеты и какие-то сми которые ну вот благодаря этому выживают ну дайте им выживать благодаря этому и и и и и и